Защитники Беларуси Защитники Беларуси Защитники Беларуси Защитники Беларуси Сегодня мы комплексно рассмотрим вопросы в отношении военнослужащих, как часть системной работы по повышению престижа военной службы, в том числе для укрепления национальной безопасности. Механизм должен быть хорошо проработан всеми заинтересованными ведомствами. Сейчас квартирный вопрос для таких специалистов часто решается за счет арендного жилья. Плата за него уже предусмотрена с пониженным коэффициентом. И так будет и впредь. Для военных, которые часто меняют место службы, это удобный вариант. Вместе с тем на законодательном уровне будет рассматриваться возможность выкупа этих квадратных метров на четко прописанных условиях. Служишь? Живи. Отслужил нужное количество лет. Допустим, 25 лет положено тебе служить. Ты отслужил? Установившаяся практика. Государство должно заранее сказать. Мы этому человеку после 25 лет, когда он уходит со службы, увольняется в запас или еще по каким-то объективным причинам, мы ему бесплатно отдаем эту квартиру жилье? Или же он там 3% должен уплатить? Или по остаточной стоимости? Думаю, что нам надо идти на это радикально. Важное решение уже по итогам совещания. Белорусские военнослужащие смогут бесплатно получить в собственность арендное жилье после 25 лет службы. Мы пришли к пониманию того, что наиболее приемлемый вариант обеспечения жильем военнослужащих – это строительство арендного жилья с последующей передачей в собственность. Там обсуждались несколько вариантов через сколько лет. Вариант по поводу собственности – это 25 лет, календарный срок службы, и человек может принять решение, и это жилье арендное получить в собственность бесплатно. Вот этот основной посыл сегодня, который был одобрен, и исходить мы будем из этого. Будут подготовлены до 1 января нормативный акт, который будет этот механизм описывать, как передать в собственность жилье. При реализации решений важно учитывать экономический баланс, строить тогда, когда это целесообразно. Также момент, на который обратили внимание на совещании – это идеология. В армию должны идти не за квартирами. Здесь слово за специалистами из Минобороны. Тем временем в вооруженных силах начались плановые занятия по боевой готовности. В военном ведомстве подчеркивают, что мероприятия проходят в соответствии с планом подготовки очередного призыва и освоения новым пополнением АЗОВ военного дела. Все мероприятия боевой подготовки, прежде всего, имеют практическую направленность и главная цель – обеспечить военную безопасность страны. Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления. Основные цели – поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действием в различных условиях обстановки. Напомним, в вооруженных силах учебный год начался 1 декабря и с первых дней личный состав белорусской армии приступил к интенсивной боевой учебе. Отметим, подготовка учитывает и опыт современных вооруженных конфликтов. С учетом этого внедрены совершенно новые методики обучения личного состава. В то же время военнослужащие продолжают осваивать современные образцы вооружения и техники, поэтому учебный год у военных будет насыщен мероприятиями оперативной и боевой подготовки, начиная от армейских международных игр и заканчивая совместным оперативным учением «Щит Союза-2023». Обстановка в пунктах пропуска на западной границе страны остается напряженной, сообщают в Госпогранкомитете. Ситуация связана прежде всего с очередями транспортных средств, выезжающих из Беларуси. Очередь грузовиков в среднем составляет от 300 до 600 автомобилей. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в пункте пропуска Каменный Лог, перед которым скопилось более 1000 грузовых автомашин. Периодически возникают очереди легковых транспортных средств перед пунктами пропуска Берестовица и Брест в количестве более 200 автомобилей. Также существенное влияние на обстановку оказывает принятое польской стороной решение о закрытии ряда пунктов пропуска. Так, из шести автодорожных пунктов пропуска функционируют только три. Кроме того, по причине ненадлежащей работы контрольных служб сопредельной стороны, пропускная способность пунктов пропуска в два-три раза ниже расчетной. Как рассказали в ГПК и ГТК Беларуси, сопредельные страны Евросоюза продолжают игнорировать договоренности по пропуску большегрузов. Накануне в Литву проследовало чуть более 50% грузовиков от установленной нормы. Больше всего фур находится на маршруте въезд через Мядиненко и наш Каменный Лог. А польские контрольные службы оформили и вовсе только 48% фур от нормы. Наибольшее скопление грузовиков фиксируется в направлении пункта пропуска Бобровники – Наша Берестовица. При этом хочу отметить, что транспортные средства, которые представляется предельная сторона на въезд в Республику Беларусь, оформляется таможенными службами Республики Беларусь своевременно. И мы готовы увеличить количество оформляемых транспортных средств в случае ритмичной работы с определенной стороны. Порой водителям, чтобы пересечь белорусско-польскую границу, приходится стоять в очереди неделю. Обстановку осложняет и то, что соседний пункт пропуска Брузги-Кузница почти год закрыт со стороны соседей. Сейчас в Берестовице-Бобровнике единственный выезд в Польшу из Гродненской области работает с удвоенной нагрузкой. А вот белорусам, которые собираются к литовским соседям, придется ответить на вопросы об Украине для получения визы. В частности, они должны будут сообщить об отношении к спецоперации. Как отметили в Департаменте миграции при МВД Литвы, иностранец должен будет показать, что он готов сотрудничать с государством, которое его принимает и разрешает находиться на своей территории. С 17 декабря в Беларуси откроются елочные базары. В этот день первые торговые точки развернут в Брестской области, в Минской, Гродненской, Могилевской и Витебской с 20 декабря. Последний новогодний марафон примет Гомельская область 22 декабря. Сейчас горячая пора у лесников новогодних красавиц нужно столько, чтобы хватило всем. Ежегодно продают свыше 130 тысяч елей и сосен, каждый из которых около семи лет. Как выращивают живые символы праздника, рассказали в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре. Семена высеваются вот в такие кассеты, и в течение двух лет елочка растет на питомнике. То есть выращивается в теплицах, после этого идет выращивание на полях доращивания, идет индивидуальный уход за каждой кассетой, контролируется микроклимат, постоянно проводятся подкормки и обработки средствами защиты растения и стимуляторами роста. После этого такой посадочный материал идет как для цели лесовосстановления, так и часть посадочного материала идет на выращивание новогодних деревьев. Цены на новогодние деревья в этом году в сравнении с прошлым не изменятся. Если покупать напрямую у организации Минлесхоза, стоимость составит от 8 до 19 рублей в зависимости от высоты дерева. Песенное шоу «Фактор Бай» – лидер пятничного прайм-тайма. 2 декабря «Беларусь-1» посмотрели почти 850 тысяч человек. Это лучший результат пятничного эфира на всех телеканалах страны с долей 18,5 и рейтингом 3,3. Этап тренировочного лагеря и стульев на официальном YouTube-канале «Фактор Бай» смотрели 1 350 000 раз, а за последние несколько дней просмотры видео на канале достигли цифры в 7,5 миллионов. Тем временем в павильонах «Беларусь-фильма» идет подготовка к первому прямому эфиру. Техническая команда проекта собирает сцену. 12 финалистов вместе с режиссером-постановщиком шоу готовят свои номера. Первая репетиция на сцене состоится завтра. Вечер пятницы посвятили хитам. Детали выступления, а также композиции, которые исполнят финалисты, будут раскрыты только в прямом эфире. Смотрите «Фактор Бай» уже в эту пятницу 9 декабря в 20.45 на «Беларусь-1» и голосуйте за своего фаворита.